Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с гостем нашей студии мы будем обсуждать экологическую обстановку в регионе. Присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь к нам. Он работал в областной налоговой инспекции. С 1997 по 2016 год занимал разные должности в Комитете государственного контроля Гомельской области, в том числе заместителя председателя комитета. В 2016 году возглавил Управление антимонопольного и ценового регулирования Гомельского облсполкома. На нынешней должности с января 2018 года. Вопросы Андрея Сущевича вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, телезрители. В начале нашей программы давайте посмотрим короткий анонс событий этой недели. На этой неделе в Беларуси пройдет заключительный этап Республиканской Олимпиады по учебным предметам. В Гомеле будут соревноваться участники Олимпиады по химии и биологии. В Жлобине по трудовому обучению. Во вторник, 26 марта, на ледовой арене Центра Олимпийского резерва Жлобина состоится торжественное открытие финальных республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы президента Республики Беларусь. Председатель регионального комитета госконтроля Александр Отрощенко и прокурор Гомельской области Виктор Морозов 28 марта проведут совместный прием в Калинковичах. Кстати, после приема будет работать прямая линия. Номер для связи 3-17-09. 29 марта в Речицком районе пройдет выездной семинар областного совета депутатов. Планируется рассмотреть некоторые вопросы реализации проекта «Деревня будущего». Беларусь на этой неделе присоединится к акции «Час земли». 30 марта с половины девятого до половины десятого вечера во многих городах отключат подсветку знаковых архитектурных объектов. Эти и другие новости смотрите на «Беларусь-4». Каждый день в 20 часов будьте с нами. Андрей Николаевич, кстати, к акции «Час земли» как вы относитесь? Поддерживаете эту инициативу? Конечно, поддерживаем данную инициативу. Эта акция направлена прежде всего на то, чтобы люди задумались о том, насколько хрупок наш мир, насколько хрупка наша земля. Но и с тем, чтобы поддержать ее, вот этот «Час земли», мы все присоединяемся к тому сообществу, которое поддерживает и желает здоровья земле. И к другой природоохранной инициативе, которая, мне кажется, даже более действенной и более эффективной. В регионе проходит месячник по наведению порядка на земле, по благоустройству. Мне кажется, очень здорово каждый год всем миром порядок на родной земле наводить. Какое участие принимают сотрудники вашего комитета в этой работе? Здесь я хотел бы сказать, что наведение порядка на земле – это очень серьезная инициатива. И вопрос проведения мероприятий прорабатывается не один день. Определяются мероприятия по каждому из регионов, а потом утверждаются в целом для республики. В положении природоохранных органов стоит задача с тем, чтобы выявить те узкие места, на которых необходимо обратить особое внимание при проведении мероприятий по наведению порядка на земле. Это и уборка территорий, это и выявление несанкционированных сквалок, это и выявление тех нарушений природоохранного законодательства, которые мы устанавливаем в ходе своей ежедневной, постоянной деятельности. Ну а то, что касается именно отношения к природе, к земле, конечно, это очень замечательно, когда всем миром мы приводим в землю нашу территорию, на которой выросли, значит, надлежащее состояние. Андрей Николаевич, знаете, что меня удивляет? Что каждый год, в общем-то, это делается, и каждый год все масштабнее эти акции проходят, и организованнее, и все равно. И свалки выявляются, и мусор мешками убирается с берегов. Ну почему так? Неужели вот за этот короткий период, в общем-то, ничего в сознании-то не меняется, получается? К сожалению, не все граждане относятся достаточно ответственно к своему поведению. Ну, это интересно, сколько должно пройти лет, чтобы уже нечего было убирать по весне? Ну, так, грабельками пройтись, разве что, и все. И не нужно было бы целый месяц на это отводить. На минувшей неделе в Гомеле проводили большую уборку территории, где будет очень хорошая реализованная инициатива, где появится скоро очень хороший природный объект, я имею в виду территорию озера Бурое болото. Вот там как раз сотрудники комитета вместе с ребятами из БРСМ наладили в порядок, сколько мешков мусора. Возле одного водоема, вот в городе Гомеле, собирали. Значит, было вывезено более трех тонн мусора. И это при том, что, скажем так, была охвачена не все, не вся акватория водоема. Ну, скажем так, да, спасибо ребятам, поработали, привели в порядок часть, но на этом, скажем так, работа не останавливается. Будет приведена вся акватория Бурого болота в надлежащий порядок. Ну, и 19 апреля планируется заложить парк деревьев семейного типа. Расскажите, пожалуйста, об этой инициативе. У нас как раз уже даже пришел на вайбер вопрос по поводу этого парка семейных деревьев. Как будет реализовываться проект и кто сможет принять в нем участие? Значит, проект будет реализовываться, значит, как я и сказал, на всей территории. Вокруг озера Бурого болота, значит, принять участие в данном мероприятии могут все желающие. Значит, здесь самое главное желание человека. Деревья у нас будут подготовлены, но концепцию, концепцию пока еще прорабатывают. Значит, кто из, ну, скажем так, из граждан первые смогут заложить именно вот эти деревья. Если немножко напомнить предысторию всей этой идеи, то, значит, хотелось бы сказать, в свое время БРСМ обратилась к главе государства с таким предложением. С тем, чтобы в каждом из областных центров появился парк деревьев семейного типа. Значит, поэтому на БРСМ и легла задача проработать и определиться именно с самой концепцией закладки парка. В настоящее время у нас над этой концепцией работает Белгуд. Специалисты, значит, прорабатывают там разные решения, как будут высажены деревья. Ну и прорабатывают на то, как в дальнейшем будет развиваться сам парк. Ведь то, что мы сделаем 19 апреля, это будет только лишь первый камешек закладки самого парка. Это его основа. А в будущем любой гомельчанин в честь своей свадьбы, в честь рождения ребенка, годовщины, каких-то важных семейных событий сможет посадить в этом парке дерево? Абсолютно верно. Любой гомельчанин. Здесь будет определено, во-первых, и породы деревьев. Это он тоже сможет выбрать ту породу. Это либо быстрорастущие деревья, либо медленно растущие деревья, такие как дубы. Значит, человек выбирает, определяется в зависимости от того, какой у него повод. От этого будет зависеть там, где в парке будет посажено, на какой аллее будет посажено это дерево. Чудесная инициатива. И очень романтичная, и теплая, душевная, и в то же время полезная для природы. Я уверена, что ее очень широко поддержат. У нас есть телефонный звонок на линии. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Иванович. Хотел я задать такой вопрос. Вот что будет перерабатываться или планируется сделать с горами химзавода, отвалами? Гомельские Альпы, которые уже так называют в народе. Горы растут. Год назад председатель советского райисполкома сказал, что что-то будет решаться. Сейчас человек ушел, по-моему, в Светлогорский городсполком руководить. А ничего, наверное... Хотелось бы узнать судьбу этих гор отвалов. Я думаю, здоровья городу Гомелью эти горы не прибавляют. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо. Вопрос, который, к сожалению, актуален для города Гомеля уже не один год и не одно десятилетие. Да, уже. Да, спасибо за вопрос. Время от времени какие-то инициативы озвучиваются, их уже было немало и почему-то дело не идет. Значит, ну здесь прорабатывались различные варианты, как использовать действительно вот эти отходы, которые химзавод нарабатывает из года в год. Но, скажем так, пока те объемы, которые используются в производстве, они не настолько велики, чтобы обеспечить переработку всех этих гор. Значит, ну, что касается влияния, влияние их на город Гомель и в целом на прилегающую территорию, то там, соответственно, химзавод ведет постоянный мониторинг. Мониторинг окружающей среды. То есть отбираются пробы воды и смотрится, насколько и имеет ли место здесь какие-то миграции вредных веществ. На сегодняшний день ситуация там достаточно спокойная. То есть нет таких веществ, которые при попадании в воду могут дальше мигрировать и попадать в реки? Значит, миграция идет не такими быстрыми темпами, она идет спокойно, и попадания в какие-то воды там нет. А когда уже попадет, уже поздно будет решать? Нет, ну мы же на это и ведем, этот постоянный мониторинг. Летучих веществ там нет вредных? Ну, летучие вещества, там они достаточно такие, слеживаемость есть в этих, в этого вещества. Значит, ну, в переработку идут потихоньку. А это место, ввиду его, ну, так выглядит оно достаточно необычно, да, артхаусно, его полюбили фотографы, там опасно находиться и дышать? Ну, скажем так, каких-то вредных веществ, ну, здесь это больше должны ответить, конечно, здравоохранение, но с нашей стороны каких-то запретов нет. Ну, наверное, я так бы постереглась там прогуливаться, будем, конечно, рассчитывать на то, что... Ну, любое химическое вещество, оно оказывает, конечно, определенное влияние. Пользы оно точно никому не приносит и не доставляет, и вид не украшает тоже. Надеюсь, что все-таки... Найдем технологию и переработаем. Да, в ближайшее время. Я бы хотела завершить вопрос озеленения, приведения в порядок наших улиц. В этом году планы по озеленению колоссальные, наиболее масштабные за все годы. Расскажите, пожалуйста. Ну, да, значит, в текущем году у нас запланировано только для города Гомеля высадка 10 тысяч деревьев. В целом же по городу Гомелю, как областному центру, так и районным центрам будет высажено около 26 тысяч деревьев. Кроме того, где-то 12 тысяч деревьев будут высажены еще и в сельских населенных пунктах. То есть всего у нас по области запланировано высадить, получается, 38 тысяч деревьев. Это в населенных пунктах. Кроме того, еще будет проходить неделя леса. Это отдельное мероприятие. Ну, и там высадка деревьев, конечно, на порядок выше. Ну, дай бог нам хорошей дружной весны, чтобы все эти деревья, саженцы и маленькие, и крупномеры в этом году будут высаживать, чтобы все хорошо прижилось и сохранилось на наших улицах. На самом деле, чистота белорусских улиц – это одна из визитных карточек нашей страны. Мусор у нас действительно убирают качественно. А вот как обстоят дела с переработкой. Насколько мы в этом вопросе сбора и переработки вторичных материальных ресурсов продвинулись. Попытались узнать наши корреспонденты. Я предлагаю вместе посмотреть сюжет. А через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим диалог. Присоединяйтесь. Здесь никогда не проводятся промышленные экскурсии, хотя это производство существует уже почти 12 лет. Более того, экспериментальный биомеханический завод в 2007-м стал первым подобным предприятием в Беларуси. Его главное предназначение – получение из коммунальных отходов вторичных материальных ресурсов. Правда, нужное для экономики страны дело на практике сопряжено с определенными рисками. Выберут с контрактами и не все проходят. Даже может не за счет того, что тяжело на ногах. А у некоторых есть как бы специфическая аллергия или запах. Даже вот у некоторых людей, которые просто физически для этого через три месяца они уходят. На переработку принимается все – бумага, стекло, пластмасса, изделия из железа. За прошлый год во вторичное производство только на этом заводе получилось вовлечь почти 8 тысяч тонн макулатуры, около 4 тысяч тонн стекла, 2500 тонн полимеров и 500 тонн железа. И это при том, что на гомельском предприятии перерабатывается только 22% городских коммунальных отходов. Поэтому планируемое строительство нового завода по мощности почти в 12 раз превышающего нынешний может рассматриваться как реальная альтернатива. Чем больше объемы, тем дешевле переработка и значительное количество пригодного для повторного использования сырья. То же стекло необходимо сортировать по двум цветным параметрам, а пэт-бутылки – по пяти. Причем лучше всего это делать не вручную, а с помощью специального оборудования. Плюс речь идет об улучшении экологической ситуации. Строительство регионального центра по обращению с отходами, который позволит ликвидировать мини-полигоны, ликвидировать полигон по Реческому шоссе и позволит работать с несколькими районами Гомельской области. Это собираемый от населения так называемый загрязненный полиэтилен. Его переработка сегодня производится на соответствующем участке предприятия «Спецкоммунтранс». Экологически безопасное и безотходное производство – это его, пожалуй, главное качество. Хотя экономическая составляющая в работе этого предприятия имеет тоже не последнее значение. То, что раньше просто выбрасывалось на свалку, сегодня приносит государству реальные доходы, заменяя более дефицитные для страны материалы. Это так называемый склад готовой продукции. Впрочем, складом эта территория будет недолго. На все эти изделия уже есть конкретные покупатели, а заказы расписаны на месяцы вперед. На данный момент у нас есть заказ порядка 10 тысяч колец колодезных. Это наша годовая производительность. Но мы собираемся увеличивать производительность колец. Связано это за то, что у нас сейчас есть новые формы. Кольца стали в два раза легче, но выдерживают ту же нагрузку. Также у нас большие заказы на полимер-песчаную плитку, на люки. Сегодня в Гомеле оборудовано почти 1800 площадок для сбора коммунальных отходов. Количество установленных на них контейнеров приближается к 8 тысячам. Впрочем, говорить о том, что идея раздельного сбора мусора овладела всеми гомельчанами, пока явно не приходится. Хотя с другой стороны, многие страны Евросоюза шли к ее реализации более 100 лет. У нас контейнеры для раздельного сбора стали устанавливать только 5 лет назад, что никак не исключает необходимости продолжать эту работу максимально возможными темпами. Сегодня уровень извлечения вторичных материальных ресурсов у нас составляет 28%. Однако достигнут этот показатель главным образом за счет областного центра. Для того, чтобы улучшить данный показатель, нужно продолжать дальнейшее развитие материально-технической базы предприятий ЖКХ, то есть закупать дополнительно контейнера для раздельного сбора, наращивать производственные мощности по сортировке твердых коммунальных отходов и загружать на полную мощность имеющиеся линии станций сортировки. А у нас данные сортировочные станции имеются в каждом районе Гомельской области. Поэтому упор, чтобы их загрузить на 100% и получить больше извлеченных вторичных материальных ресурсов. Вы смотрите «Диалог». Андрей Сущевич, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды у нас сегодня в гостях. Андрей Николаевич, мы услышали мнение специалистов. Как вы на них смотрите? На эти планы реальны ли они? Скажем так, планы эти действительно реальны. Если, скажем так, в прошлом году у нас из 400 тысяч тонн, которые это в целом собираются за год, значит, было извлечено 111 тысяч тонн ВМР, то есть вторичных материальных ресурсов, значит, и составило это 28% от общего объема, то, скажем так, в текущем году у нас уже, скажем так, процент извлечения ВМР составляет 29,9. Конечно, здесь большая работа связана и с тем, чтобы у нас воспитывать население именно к экологической грамотности, разделенный сбор отходов. Конечно, это здесь и вопрос приобретения оборудования. Это очень немаловажная часть. Она позволяет более эффективно разделить. Ну, а в целом, как и, значит, говорилось в сюжете, это действительно практически полная переработка тех отходов, которые у нас собираются. Одна из концепций, которая сейчас реализуется, это с тем, чтобы сбор коммунальных отходов происходил не возле какого-то крупного города, как город Гомель, а был он межрегиональный. То есть это позволит свозить, значит, на переработку, значит, с максимально близких районов. От этого эффективность переработки только возрастет. А что касается Центра по обращению с отходами, действительно ли он в ближайшее время появится в Гомеле? И какие задачи будет решать это предприятие? Скажем так, площадка под данный Центр, она определена. Определена. Оператор вторичных отходов выделяет соответствующие финансовые средства. Ну а за сколько это будет реализовано, ну здесь, я хотел бы сказать, покажет время. Потому что здесь и проектная документация необходимо разработать, и именно это воплотить еще и все, как говорят, в металл. Это пока еще только инициатива? Ну, скажем так, инициатива, но уже с выбором площадки, на которой это будет. То есть это не просто, скажем так, мечта, а это уже идет ряд реальных действий, которые, ну, скажем так, приведут к строительству данного объекта. Какие задачи он будет решать? То есть то сырье, которое туда поступает, будет возвращаться в виде переработанной продукции? Значит, здесь будет оно часть тех вторичных материальных ресурсов, которые может использовать, значит, государство. Они будут возвращаться для переработки, а те, которые не будут возвращаться, они будут использоваться. То есть путем сжигания и, значит, или иной переработки. Очень во многом решение этой проблемы зависит от каждого из нас, от нашей готовности меняться, менять свой быт. Мы попросили людей на улицах порассуждать, нужно ли заменять пластиковые бутылки стеклянными. С точки зрения экологичности стекло, конечно, лучше, потому что пластик, он не разлагается. Так что лучше так, а лучше в каких-то случаях использовать бумажные пакеты, допустим. Очень надо, только не какие-то одноразовые, а чтобы настоящее стекло, как раньше было. Это очень хорошо, понимаете? Меньше болячек этих всех было у нас. Пластиковое очень вредно для экологии и для будущего наших людей, детей и поколений. Поэтому от пластикового надо уходить, стекло надо. Было мы, пользовались стеклом, сдавали в магазине, принимали, все было нормально. Переход на стеклянные бутылки – это правильно, потому что все пластиковые бутылки, они годны только для однократного использования. А у нас многие люди потом туда еще что-нибудь помещают и содержат их. В качестве исключения, когда в походы идут, в дорогу, чтобы лишний вес не возить, можно использовать пластиковые бутылки, но не повторного использования. Как за рубежом это происходит, стеклянные бутылки в обмен идут. Ну, удобно, я считаю, и не окружающая среда не засоряется. Ну, какие-то плюсы же от этого будут, получается, примерно. Ну, и плюс стеклянные бутылки, они, на мой взгляд, они удобнее, чем пластмассовые. Ну, не знаю, я считаю, что пока, может быть, стоит заняться более какими-то важными вопросами. Хотя пластик, как мне кажется, вредный для окружающей среды, возможно, стекло будет лучшей заменой. Если организовать сдачу, приемку, сдачу, в общем-то, и пластиковые посуды можно тоже организовать, приемку, сдачу. Так что я тут думаю, что надо вообще думать, как бы отказываться переходить на бумагу, которая разлагается. Надо думать про экологию. Все забружено, не знаю даже, как выйти. Ну, я за переход к стеклянной таре. Вы смотрите «Диалог». Мы обсуждаем сегодня вопросы экологии и защиты окружающей среды. Андрей Николаевич, все хорошо, конечно, в стеклянной таре. Только она немножко рискованная, и большие объемы в ней не перенесешь. Как вы на это смотрите? Вообще мы можем в перспективе отказаться от пластика? Я думаю, что от пластика отказаться, конечно, можем. Скажем, определенный период жизни у нас и был без пластика, когда использовались только стеклянные бутылки. Но хотелось бы сказать, стекло, чем оно хорошо? С тем, что оно может, во-первых, перерабатываться практически бесконечное количество раз. Использовали, переработали, опять выпустили новые изделия. Кроме того, пластик, он разлагается, конечно, практически чуть ли не в сто лет необходимо, чтобы он разложился. Ну, кроме того, от пластика есть и не зря на этих бутылках ставится то, что они одноразовые. И не рекомендуют их повторное использование. Значит, здесь вопрос о том, каким образом это будет реализована, значит, залоговая стоимость за тару. Это может быть, конечно, по-разному. Либо это будет сдаваться стекло, как на стеклобой, либо это будут бутылки, как мы ранее сдавали, за определенную залоговую плату возвращаться и будет засчитываться в счет продаваемых товаров. Это вы о стекле сейчас говорите? Да, это о стекле. А что касается пластика, у нас ведь нет пока механизма оплаты его для сбора? Нет, ну как, пластик тоже может любой гражданин привезти, сдать на пункт приема, и его примут, и по определенной цене выплатят гражданину за сданный пластик. В зависимости от объема и количества. Ну а то, что там вот предлагалась, кстати, и бумага, которая будет разлагаться, ну и почему? Это тоже нормально и приемлемо, когда, значит, те же пакеты, они такие и есть в магазине, вместо вот этих целлофановых пакетов пленочных, человек, гражданин будет приобретать в бумажном пакете. Да, что касается упаковки каких-то небольших товаров в магазине, конечно, бумага, да. Что касается кофе в стаканчиках, да, уже во многих автоматах стаканчики не пластиковые, стаканчики бумажные, это здорово. Но пока, мне кажется, упаковку пластиковую для холодных напитков полтора литра, два литра, все равно заменить очень сложно. Потому что в стекле это, правда, очень удобно. Ну это, конечно, вес пластика и вес стекла, это составляет достаточно значительную разницу. Еще один вопрос по наведению порядка на Земле, потом хотелось бы успеть обсудить вопросы, которые пришли на наш портал на Вайбере. Андрей Николаевич, очень многие люди сейчас, весна, сухая трава, навозят порядок таким образом, что все это предпочитают просто сжечь. Наше законодательство довольно в этом смысле однозначное, жесткое. Я бы очень хотела, чтобы вы напомнили гражданам, что за подобный способ наведения порядка у нас предусмотрено. Ну да, складывающиеся погодные условия в марте месяце текущего года, это резкий сход снежного покрова, а также незначительные осадки, они создают именно благоприятную такую погоду, условия, когда молодая трава еще не вышла, а в то же время еще у нас имеет место старая высохшая трава. Значит, и многие начинают, значит, рассматривать это как с тем, чтобы убрать вот этот мусор, поджигать, значит, сухие растительные остатки. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что выжигание травы, значит, оно приводит в большим, большим, значит, от этого страдают, во-первых, почвы, минеральные вещества, которые содержатся в золе, довольно уходят с поверхности в грунтовые воды, незначительная часть усваивается растениями. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуются летучие токсичные органические и неорганические соединения. Кроме того, выжигая сухую растительность, объединяется видовой состав луговой растительности и животного мира. Выжигание сухой растительности также ведет к гибели кладок и мест гнездования таких птиц, как кряк, вочурок, трескунок, чибис, травник, бекас, камышовка и обыкновенные овсянки, полевой, лесной и хохлаты, жаворонки, луговой конек. Гнездования этих птиц они ведут на земле и огнем уничтожаются места их. Что касается ответственности за несанкционированные палы, так называемые, это прежде всего штраф от 10 до 40 базовых величин. Кроме того, в зависимости от того, какой причинен вред окружающей среде, рассчитывается и предъявляется вред. И если этот вред превысил 200 базовых величин за 1 гектар, то может состоять вопрос об уголовной ответственности. Дай Бог, чтобы не было подобных случаев. Андрей Николаевич, есть вопросы, которые, как я уже говорила, пришли на наш портал Вебер, и давайте обратим на них внимание. О парке семейных деревьев мы уже рассказали в начале программы. Какова дальнейшая судьба Днепробрагинского водохранилища? Интересуется, может, телезритель. Ну, что касается Днепробрагинского водохранилища, скажем так, не так давно, буквально на прошлой неделе, значит, по нём работала комиссия в составе, значит, представителей областного комитета охраны природы, местных органов власти, инспекции животного и растительного мира при президенте, а также, значит, с участием арендатора, который ещё на сегодняшний день имеет место, и, значит, миллиораторов, так как это, значит, объект искусственного происхождения и является миллиардативным объектом. Значит, что касается самого объекта? Ну, как показало обследование, данный объект, значит, в силу того, что он был сооружён достаточно давно, и, значит, его подложка, днище, значит, допущены там дефекты, вода уходит именно через само днище самого водохранилища. Кроме того, из-за того, что в прошлом году оно не дополнялось водой, на сегодняшний день там образовались небольшие такие озерца, глубиной где-то от полуметров до двух метров в отдельных местах, значит, и продолжает вода оттуда уходить. С тем, чтобы спасти рыбу, спасти рыбу, мы там предусмотрели ряд мероприятий. Это, во-первых, слив вот этой воды, значит, миллиардативные каналы и дальнейший уход рыбы, значит, в реку Брагинка. Кроме того, если там где-то, ну, в местах, где вода не сможет уйти сразу, значит, будут организованы волонтёры, которые окажут содействие, и эту рыбу, скажем так, мы спасём и вывезем в реку. Значит, что касается самого данного объекта, значит, здесь планируется привлечь, значит, научный институт, здесь это может быть, скажем так, СНИКИВР, который специализируется на изучении объектов, водных объектов, но который после исследований даст своё заключение о том, что дальше делать. Либо здесь какие-то озерца останутся и будут высажены деревья, либо пройдёт полностью залесение всего данного объекта. А это ни много ни мало, а около тысячи гектар. Ну, вот таким образом. Когда будет активный период проведения там работ? Значит, ну, работы ведутся, с тем, чтобы провести все эти работы, необходимо провести и подготовительные мероприятия. Во-первых, исключить данный объект из, значит, из объектов рыбоводства, потому что, ну, он на сегодняшний день, скажем так, воды там практически нету, а с тем, чтобы заполнить его водой, это необходимы значительные финансовые затраты. Значит, кроме того, необходимо провести, скажем так, пригласить институт. Его возможно только на конкурсной основе, так как, ну, это и предусмотрено действующим законодательством. Значит, поэтому здесь все мероприятия, они будут вестись вот параллельно. И на сегодняшний день они и проводятся уже. – Спасибо за столь подробный ответ. Следующий вопрос уже мы тоже обсуждали. Куда можно в Гомеле сдать пластиковые бутылки? Ну, фактически в пункт приема? – Да, абсолютно верно. Их можно сдать в пункты приема, которые действуют, ну, скажем так, во всех населенных пунктах. Ну, я имею в виду районных центрах в областном городе нашем. Значит, либо потребкооперация в том числе и организует эти пункты приема и в сельской местности. – Андрей Николаевич, следующий вопрос. Поддерживаете ли вы вынос крупных промышленных предприятий за черту города? – Ну, сложно не поддерживать, да. – Абсолютно верно. – Нужно здраво относиться к этой возможности. – Если бы у нас была такая возможность всего производства разместить за пределами, ну, это было бы, конечно, замечательно. – Да, это было бы правильно, и тут сложно быть против такой инициативы, если бы ее реализация не была связана с такими огромными затратами. Кстати, вот о производственных вопросах. На Гомеля-боях сейчас идет реализация комплекса МИР по устранению неприятных факторов, запаха, шума от производства. Удалось все это реализовать, чтобы сделать производство полностью безопасным, комфортным для людей, которые рядом находятся. – Ну, хотелось бы сказать, что я уже неоднократно давал и интервью, и пояснение по данному факту. Значит, после посещения предприятия губернатором, руководству предприятия были даны соответствующие поручения о проведении мероприятий. Срок исполнения их наступает завтра. Значит, мы посмотрим, и мы, и санитарная служба, посмотрим, насколько были приняты меры, выполнены ли эти мероприятия. И в зависимости от того, если они были выполнены в полном объеме, то будет, конечно, произведен, значит, пуск предприятия, пробный, на входе которого будут отобраны пробы, значит, воздух от пробы того, что в выбросах данного предприятия имеется. И после этого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе предприятия. Если мероприятия не будут, не выполнены в полном объеме, то, значит, время на выполнение будет продлено. Предприятие, когда выполнит, тогда будем рассматривать и время пробного пуска. Спасибо большое. Еще несколько вопросов, на которые мы пока не обратили внимания. Я вас попрошу очень коротко. Слышалось, что европейцы готовы дать белорусам деньги на содержание наших болот. Какие дальнейшие действия? Мелиорация и экология меня очень беспокоят. Будут ли восстанавливаться болоты в Беларуси? Есть ли такой проект? Скажем так, мы к этому проекту имеем отношение. Значит, было доведено до сведения всех районов, с тем, чтобы посмотрели выработки, торфяные выработки, те, которые уже остались, ну, скажем так, не используются. Ну и поступили к нам в предложениях, где что, чего. То есть действительно проект такой есть. Да, проект есть такой. Как интересная история поворачивается. Столько было потрачено времени, сил, энергии на то, чтобы осушать. Теперь мы будем заниматься восстановлением этого уникального явления. Об экологических акциях можно получать информацию у вас на сайте комитета? Конечно. Тут люди интересуются? Конечно, можно обратиться на сайт. Ну и можно в свой комитет БРСМ. Что касается всех ваших совместных мероприятий, то тоже можно узнавать у них. Андрей Николаевич, спасибо огромное. Плодотворный желаю вам весны. Спасибо, Ольга. Председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!